Всех приветствую! В кадре у нас фонарик Fenix LR35R, Fenix из LR серии. Здесь два аккумулятора 21700, литий-ион сменных, можно их поменять в поле при необходимости. Или зарядить их через встроенную зарядку, Type-C порт. Здесь пять режимов, включается он удерживанием, режимы листаются короткими кликами. Выключается и включается в том режиме, в каком он был выключен, по удерживанию. Если будем долго держать, врубается строп. Все просто, плюс. Выключаем, двойной клик делаем, включается блокировка фонаря. Все, фонарь в кармане случайно не включится. Чтобы разблокировать, двойной клик делаем, раз-два. Фонарь разблокируется и включится в самом слабом режиме, чтобы вас не ослепить. Вы же его могли выключить и в супермощном турбо. Такое вот управление. Посмотрим, на что он способен. Сравним с другими фонариками Phoenix, которые у меня есть в арсенале, а с большими, маленькими и так далее. Подогнал фонарь на тесты в магазин PhoenixRussia.ru. У нас с магазином действует договоренность о промокоде на скидку для зрителей канала. Ссылочка на магазин и промокод будет в описании видео. Также в описании видео будет ссылка на официального дистрибьютора Phoenix в Украину. Ну а PhoenixRussia.ru это официальный дистрибьютор продукции Phoenix в Российской Федерации. Это не дилер, кстати. Дилер и дистрибьютор это разные вещи. В кнопке также имеется светодиод, который свидетельствует о заряде, разряде фонаря, когда вы его подключаете к сети. И также сигнализирует, сколько примерно осталось заряда батареи. Например, горит зеленым, значит очень много. Мигает зеленым, чуть меньше. Горит красным, еще меньше. Мигает красным, это уже ниже 25%. Фонарь комплектуется чехлом открытого типа. Вот здесь вот разъемная петля на липучке и на кнопке. Дополнительное ушко для подвеса. И вот этой вот частью можно подтянуть фонарь. Также в комплекте идет темляк, запасное уплотнительное колечко. В комплекте есть небольшой кабель USB на Type-C. И у этого фонаря 6 светодиодов люминуса ССТ-40. В таких вот небольших отражателях. Они расположены режимы 50, 450, 1200, 3000 и 10000 люмин. Плюс режим стробоскоп. Давайте покажу фонарь в макро, вблизи. Вот они светодиодики, отражатели. Голова совершенно без каких-либо мощных ребер охлаждения. Зато фонарь компактный. Место для подвеса темляка с одной стороны. Со второй стороны клипса съемная. Чтобы было понятно, с какой стороны открывать порт. Вот здесь есть стрелочка. Вот он в портик влезет. Я думаю, любой штекер сюда. Ход кнопки. Вот он небольшой. Да, он и есть, он небольшой. И в грубых перчатках не идеально. Раскручиваем фонарь. У фонаря есть стоп на резьбе, чтобы кнопка вставала на уровень корпуса. Всегда. Это два контакта площадки. Они не подпружинены. Эти контакты подпружинены. Он может работать точно так же на одном аккумуляторе. Правда, зачем это нужно, не ясно. Или на двух. На одном аккумуляторе все режимы доступны. Сзади две пружинки. Аккумуляторы устанавливаются сюда плюсом. И смотрите, просто срезки вот такие вот на резьбе. То есть фонарь крутится, крутится, крутится. И потом стоп упирается вот этими срезками. Интересное решение. Есть здесь уплотнительное колечко. Вот они, аккумуляторы из комплекта. Феникс на 4000. 21700. 14,4 Вт-часа. Вот как происходит закрутка фонаря. Ставим. Крутим, крутим, крутим. Стоп. И поехали. Примеры работы данного фонаря. Сравнение с другими. Тесты. Итак, фонарь в помещении. Вот так вот. Хватает второго режима. Можно фонарь просто поставить вот так вот. Он стоит. И вся комната освещена. Это второй режим мощности. Из плюсов то, что здесь нет ярко выраженного центрального пятна. Нету дикой разницы между центральным пятном и боковой засветкой, которая напрягает. Поэтому в помещении вот этот лучик, зайчик в глаза не бросается. Второй режим позволяет спокойно ходить по тропинкам. Широкий ход спот. Нормально освещает всю тропинку. И может куда-то светануть подальше, поближе. Помощнее включиться, если нужно. Но еще помощнее, еще помощнее. Ну, столько же тут даже не надо. Ну, самым слабым тоже можно ходить, если очень экономите батарею. Пожалуйста, глазами я вижу в два раза лучше, чем сейчас на камеру. В мощном режиме прогулка по лесу. Вообще изумительно. Все видно, что там лежит, что здесь. Боковая засветка. Вот камеру двигаю. Пятно не двигаю. Отлично. Хорошо. Но это мощный режим. Вот четвертый. Практически я не заметил отличий сейчас. Потому что тут нету какого-то огромного расстояния. Вот в четвертом хорошо гулять. Цветопередача, если на зелень светить, хорошая. Все разглядеть можно. И при необходимости, ну давайте вот туда вот светану. Вот куда-нибудь туда. Бах. Можно вот так вот сделать. Но здесь даже это не нужно. Это самый мощный режим. Первый. Второй. Третий. Четвертый режим. Вот до того камня метров 10 где-то. И еще пятый. Второй режим. Третий режим. Четвертый. И пятый. Это, конечно, не супер дальнобойный фонарь. Фонарь ближняя-средняя дистанция. Вот попробую в центре кадра. Четвертый режим. Пятый режим. Вот так вот. И вот ТК-75 с весьма жестким фокусом. Феникс ТК-75. Здесь уже как бы мы не просто гуляем, мы светим конкретно на что-то. Когда держим этот фонарь. Так, конкретно вот на эту елку светим. Конкретно там вот на тот камень. Нету ощущения более такой безмятежной прогулки, как с тем фонарем. И плюс здесь свет теплее. Не такой желтый, как сейчас может быть на камеру, но потеплее. Наш фонарь в этих же условиях. Видите, нету такого удара прямо вот туда. Нет, все равномерно освещено хорошо. В таком лесу, где нету возможности проглядеть на 200 метров на расстояние что-то, это идеальный фонарик. ТК-75 здесь не нужен. С его огромной головой, с концентрацией луча. Нет. Вот ТК-75 это уже такой поисковичок. И если находиться в каком-то густом лесу, то дальнобойность ТК-75 не настолько нужна. Вот фонарь уже сбрасывает, потому что батарейка подразрядилась. Я ее не до конца сегодня зарядил. И вот в этом уже лесу, даже вот в таком вот, метров 50 до этой линии деревьев, тут этого фонаря с головой хватает. Что-то более дальнобойного смысла нет. Так что на 100 метров, на 50 он обеспечивает комфортный свет. Ну а на 200 уже лучше взять ТК-75 и что-то с жестким фокусом луча. И этот фонарь, это как бы один фонарь для лесной прогулки, другой фонарь не нужен. А если, например, мы возьмем ТК-75 со злым ходспотом, вот просто вот так гулять с ним уже неприятно. И в таких случаях я переключаюсь на налобник с линзой, чтобы просто погулять по тропинке, что-то там вот взять подрассмотреть. Потому что с ТК-75 просто это делалось некомфортно. Вот вблизи там посмотреть на мох, на грибы какие-нибудь. Но сейчас уже зима, грибов нету, хотя снега нет. А вот этот фонарь, это и вблизи, и при необходимости переключились на мощу и посветили, что вдали. Еще пример работы, когда луч куда-то упирается на лесную тропинку. Вот так. Бах. И батарейка разряжена, он снижает. Несколько примеров работы в зимнее время. При снеге. В целом освещает, конечно, здорово. Зато он не перегревается в такую погоду. До тех деревьев он досвечивает, но на камеру это вообще не видно. Там вот деревья в центре кадра. Раз, два, три, четыре. Жесткач, снегопад. Камера уже замерзла. Вот Феникс ТК серии на большое расстояние. Так вот он освещает и выхватывает ходспотом. Все мельчайшие детали даже на камеру видно. Можно разглядеть. И сейчас переключаюсь на наш фонарик на максималку. Вот здесь он дает такую картинку. Вот освещенность на камере с нашего фонаря, с ЛР-ки, ходспотом той зоны. И те же условия ТК-75. А если будем светить вот в эту точку, это у нас на расстояние ЛР-ка. А вот в этих же условиях ТК-75. От ЛР-ки лучше картинка. Им даже неудобно светить вот сюда, вот все под ноги. Если нужен фонарь светить и вот туда, и вот так вот с ним гулять, да, это наш вариант. Поэтому ЛР-ка это фонарь. А ТК-75 это прожектор. ЛР-ка данная это фонарь с возможностью комфортно светить сюда и при необходимости вот так вот сделать. Ну, замечательно. Пум, 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 пум. Это фонарь. И вот это фонарь. Вот фонарь. А вот это уже наплечный прожектор. Ну, впрочем, интереснее выхватывается им. Виден столб. Выключаю этот фонарь. Ну, а с ЛР-кой вот так. Не так интересно. Зато как широко. Ну, и показываю строп. В любом режиме, каком бы ни находились, зажимаем кнопку. Врубается строп в максималке. Вот такой вот строп. Однократный клик. Переключаемся в тот режим, в котором мы были. Появились ощущения, что нужен темляк, потому что фонарь весьма мелкий. И когда еще в перчатке, в флисовой, скользкой, очень велик шанс его там, когда ты как-то переключаешь, кликаешь, или еще что-то. Вот так вот переключаешь, вот так. Может быть, некоторые места вот так удобно подсветить. Ну, нажимая вот этим пальцем на кнопку. Можно его уронить. И если бы еще вот эти вот места, может был бы корпус отлить и без них. Это просто места для темлячка. А если бы еще их не было, то тогда бы он совсем был такой маленький-маленький. Точно бы не помешал темляк. Сравнение по свету будем проводить между LR35R, Fenix TK75, вот таким вот, также с Fenix TK47UE, TK35UE, и еще для примера будет PD36R. Так что все это сравним по свету. И сейчас будут эти кадры. Сравнение фонарей Fenix, мощных фонарей Fenix. Наш фонарь в таких вот условиях слабый, мощнее, еще мощнее, еще мощнее, еще мощнее. Давайте третий. Вот третий. И дубина Fenix TK47UE. У дубины Fenix TK47UE менее желтит свет, более холодный свет, более узкий свет, вот узкое пятно, такое вот. Fenix TK35UE, прекрасный оттенок света, не зеленящий, ничего, просто великолепный фонарик, но не великолепный по управлению и по многим другим моментам. И эти же условия наш фонарь. БКС засветка шире, интереснее засвечивает, а центральное пятно лишним многим больше. Fenix TK35UE, и наш фонарь. Еще пара сравнений. Наш фонарь. И Fenix PD36R. В этих же условиях. Ну, этот так хорошо в руке лежит. Кстати, по кнопке. Эта кнопка намного удобнее и легко нащупается в перчатке. Вот на этом кнопка такая прям хрен найдешь. Маленькая. И на ощупь не сразу понимаешь, где она. А здесь ты понимаешь, где кнопка, ну, просто по самой форме корпуса. Вот форма корпуса и кнопка, значит, сверху. Да, PD36R. Такой же светик. Также немного зеленит в слабых режимах. Ну, сейчас не очень показательно, но такое и есть. Вот рядом наш фонарь и ТК-75. В этих условиях лучше наш вот этот вот фонарь LR. Конечно же, посмотрите, картинка какая. На большее расстояние, где нужно ход с потом бахнуть, то будет лучше ТК-75. Наш фонарик еще мощнее, еще мощнее и самый мощный. Вот. Такие условия. До того домика по центру, ну, метров 25-30. И для сравнения, дубина Феникс. Где картинка лучше? С дубиной вот такой вот. Ну, с нашим фонарем лучше. Видите, больше выхватывает по бокам. Дубина Феникс и наш фонарь. А вот в четвертом режиме наш фонарь и Феникс ТК-47 в максималке. Феникс ТК-35 в самом мощном режиме, какой у него есть. Там, по-моему, две тысячи. И еще пример. Наш фонарик внутри помещения. Вот так вот. Феникс ПТ-36Р. И наш фонарь. Наш фонарь гораздо лучше. Так, на сейчас ТК-75. Ну, тут не очень, потому что ход с подсечком сконцентрированный. Не очень хорошо выглядит. Здесь мне не очень нравится оттенок на слабых режимах. Здесь, допустим, мне не нравится форма пятна для близи. И здесь мне не нравится управление. Здесь слишком теплый свет, слишком дальнобойный. Так что идеала нет. Идеально было бы, если бы вот здесь вот был свет поинтереснее на слабых режимах, не такой зеленящий. Но это все вот их светодиоды Иллюминус. Наш фонарь с батареями весит 380 грамм. Плюс еще чехол, который шел в комплекте, допустим, 40 грамм. Для сравнения. Феникс ТК-75 с батареями. Это жуть. 827 грамм. Фонарь на 1-21700 ПТ-36Р 162 грамма. Следующий пример. Феникс Дубина ТК-47. 459 грамм с батареями. Феникс ТК-35 УЕ 380 грамм с батареями. Так, по голове 49 миллиметров. 50, если смотреть по кнопке и по резинке. Здесь 47. Так, 30. Толщина корпуса здесь 25. На ТК-35 голова 48. А толщина корпуса здесь 27. Преимущество этого фонаря это то, что зарядка снаружи, зарядка намного быстрее, не нужно раскручивать корпус, чтобы зарядить фонарь. Есть клипса. Здесь удобная блокировка, удобная кнопка, не надо вот сюда на задницу фонаря лазить вот этим рычажком управляться. И габарит корпуса меньше. Как минус, оттенок чуть хуже в слабых режимах. Если сравнить с ТК-75, конечно, это монстр, это небольшой, можно сказать, карманный фонарь, если так смотреть. Не такой мелкий, как на одной 21700, но все же. И какие у него плюсы перед этим. Плюс то, что здесь намного компактнее, естественно, плюс кнопка удобнее управления, логичнее, чем вот эти две кнопки. Есть возможность включения со старта в самом слабом режиме, строп спрятан далеко, здесь строп по нажатию на эту кнопку можно случайно слепить. Это можно носить в кармане, это только на плечевом ремне. Здесь нужно раскручивать корпус, вынимать батарейный блок, чтобы зарядить здесь. Открыл заглушку, заряжаешь. Причем Type-C здесь micro-USB. Намного более комфортный ближний свет с большей максимальной яркостью, но так как он не дальнобойный, это так не ощущается. Здесь у фонаря плюсы дальнобойность, может кому-то понравится более теплый свет и большая суммарная емкость аккумуляторов. 418650 против двух 21700. Хорошо, конечно, и то, и другое иметь, если поисковик вот, если фонарь вот. Заметил я такой прикол, вот смотрите, видите, пятно вот потевшее. Что забавно на ТК-75, у меня тоже такая же картина. Что-то нормально для фонарей зимой, но неприятно. Пишите, у кого тоже такое с фонарями на холоде. Так, по ношению фонаря. Вот такой вот фонарь, допустим, нужно таскать просто на плечевом ремне, потому что его в вытянутой руке даже держать как-то тяжеловато. И вот как пример. Первое. Маленький закрытый чехол. Вот небольшой фонарик на 26-650. Блокируем и убираем. Все, фонарь у нас ничему не мешает, он компактный, но быстрого доступа нету. Доступ на липучке, зато все в аккуратном чехле. Есть вот такие вот варианты, как, допустим, для этого фонаря дубины, открытый чехол, где большая часть фонаря торчит снизу. Видно, да? И вот данный вариант. Здесь как бы фонарь тоже торчит сверху, его можно крепить разными сторонами. Можно крепить благодаря тому, что это утягивается. Можно крепить что вот так, хвостом вверх с самим светодиодом вниз. Оп, освобождаем и светим куда-то. И можно этот фонарь пихать что этой стороной вниз, чтобы защитить и затягивать вот эту затяжку, что той стороной. но что могу отметить? Зачем пихать вот этой стороной вверх? Затем то, что легче вытягивать вот так вот раз и мы его вытянули. Даже эту штуку можно не расстегивать. Раз и как бы запихнули. И сидит в принципе нормально. Но для перевозки куда-то в сумке, в рюкзаке и так далее, конечно, лучше этой частью убрать вниз и вот эту штуку чуть подтянуть. Фонарь на кармане. Клипса весьма мягкая, заскакивает спокойно, отгиб у клипсы правильный. Вот это расстояние небольшое и оно здесь не плавное, но это не мешает сажать на карман. Вот так в кармане он выпирает малеха. У него как будто бы ударной коронки нету, но есть все-таки места, через которые видно, что фонарь включенный стоит где-то. Оп. Лучше так не ставить, конечно. Еще что мне нравится, что здесь, допустим, посеребренная вот эта вот часть, здесь все черное. Ну, здесь цельная голова. Вот эту часть можно выкрутить. Черное, если мы будем вот так вот ставить на песок и так далее, поцарапается посеребренная. Замечательно, ничего не будет, царапки будут незаметны. Ну и стекло в целом утоплено. Посмотрите, здесь утоплено совсем чуть-чуть, здесь хорошо так. Так, тест на водозащиту. Поболтаем фонарь под водой хорошенько. Естественно, он нормально закручен. Повключаем, попереключаем режимы. Разъем USB, естественно, закрыт. Может быть, по нему там потечет слабое место, может, по кнопке. Кнопка такая прямо прожимается, непонятно. Кстати, видела, сейчас воздух вышел из-под кнопки. Да, прям вон, видел, булькнуло. Понажимаем еще малеха. Шуршим. Резьба смазана с завода. Если резьба сухая, не рекомендуется фонарь погружать под воду. Всегда резьба должна быть из-за колечка промазана. Хоть как-то это улучшает водозащиту. Оставляем на полчаса. Но через 15 минут еще приду, потрясу его, понажимаю на кнопку. Прошло полчаса, фонарь работает. Все нормально. Сейчас протру полотенце, мы посмотрим, что протекло, не протекло. Разъем, заглушку разъема откроем. Так, посмотрим, что у нас под заглушкой. Оп. Ага, под заглушкой все абсолютно сухо. Отлично. Прямо удивительно. Я его протер полотенце, потом еще подул вот сюда, вот, никаких следов влаги. По периметру вижу, но внутри все шикарно. Так, теперь кнопка. Попробую понажимать. Влага какая-то не выступает. Я, опять же, протер и подул еще на эту кнопку, так что все у него выдулось. Теперь смотрим на резьбу. Все сухо. Инструкция к фонарю на русском языке. Вся информация здесь есть. Пара опечаток, видимо, после перевода. Как разблокировать, заблокировать. Индикации уровня заряда 85-100, 50-85. Ну, понятно. Во время зарядки доступен только режим ЭКО. Во время хранения перезаряжайте фонарь каждые 4 месяца для поддержания оптимальной работоспособности аккумуляторов. Ну, я слышал, что литий-ион аккумуляторы рекомендуется хранить разряженными. Тут рекомендуют подзаряжать каждые 4 месяца, чтобы хранить их полностью заряженными. С обратной стороны картинка, взглянув на которую, становится понятно, как это все работает, как работают клики. Получается, что он светит в самом мощном некоторое время, и потом уйдет плавное снижение, и дальше начинает отрабатывать термоконтроль. Он охладился, поднял чуть-чуть яркость. Охладился, поднял чуть-чуть яркость. Вот такая вот лесенка. В более слабом режиме тоже идет падение, и дальше включается термоконтроль. Вот эти два графика должны быть наложены друг на друга, но они разнесены так, чтобы было нагляднее. Потому что термоконтроль-то что здесь включается на одном уровне, что здесь на одном уровне. Ну и дальше вот. Так что в самой максималке некоторое время работает, а потом спускается где-то до, ну, судя по графику, до 3000 или меньше, и врубается термоконтроль, и в течение часа он в нем фигачит. Так, тест на нагрев. Одел очки солнечные, потому что невозможно на это смотреть. По прошествии одной минуты уже 51 градус в самой теплой точке. Даже больше. 53 где-то вот в этой области. Это все происходит в помещении, никакого движения воздуха здесь нету. 59 где-то в самой теплой точке. 64 градуса на корпусе. Ну, это уже много. Вот так вот руку держать уже немножко... Можно держать, но обжигаешься. 64 сейчас держится с этим прибором и контролечка 63 вот этим прибором. Так, седьмая минута. Что у нас с показателями? Все те же 65 градусов. Так, десятая минута. Фонарь был включен в максималке. Те же 65 градусов на голове. Несный хвост стал чуть потеплее. Сейчас делаю клик. Самый слабый. Раз, два, три, четыре, пять. Самый мощный. И давайте остановим, сбросим, старт. Сейчас он уже прогрет до 65. Выжидаем минуту в турбо и смотрим, что будет. 65 не греется. Смотрите-ка. 66 с половиной. Это спустя минуту после включения снова максималки. Да. Хорошо, еще раз. Раз, два, три, четыре, пять. Стоп. Сбросить, старт. И 8, 67. 67,2. И начинает падать. Ага. Ну, быстро реагирует. И еще раз прогоним такой тест, чтобы уж точно понять. Так, вот смотрите, 30 секунда. 68, 67,9. Все это происходит плавно. Не вижу каких-либо микроступенек. Все нормально. Так, ничего тут на стекле нету, все хорошо. Сейчас выждем его охлаждение. Я на всякий случай дозаряжу батарейку. И потом мы не в самом мощном, а в сильном. Проведем такой же тест. Включим сильным и посмотрим, как быстро он греется в сильном. Старт. И посмотрим, что будет. К третьей минуте только 37 градусов достиг разогрев. Пятая минута 43 градуса. Что-то он особо греться не хочет. Вот 12 минута только до 56 где-то в самой теплой точке нагрелся. Ну, может быть, к 20 уже достигнет предела. Что-то я заработался, забыл об этом. 36 минута 66 градусов. Ну, вот. И держит. Такие дела. Давайте я сейчас выключу фонарь и назову вам сколько вот за 35 минут. Подожду сейчас еще, чтобы напряжение на батареях восстановилось и посмотрим, какое напряжение на батарее. Так, 382 на первом. Вот, 382 на втором. И вот сейчас, когда 380 там с хреном 382 мигает зеленым при включении и при клике, если фонарь не включать, просто кликнуть, посмотреть, мигает зеленым. Еще раз я его положил в 3000 режиме. Ну, где-то через 20 минут, да, он уже нагревается с обычной комнатной температуры до 64. Еще 20 минут в режиме 3000 и вот так вот уже. Так, просто горит красным. Посмотрим, сброс есть? Оставлю максималки. Да, есть сброс уже. Вот он сбросил с максималки, чуть ниже. Еще один клик, снова максималка. Опять сброс. 3.40 идет сброс с максималки. Так, прошло пару часов. Включаем помощнее. Сбрасывает. Прошло еще несколько часов и он просто ярко не светит уже в мощных режимах, поэтому опасения насчет того, что он сработает защита на батарее, она погаснет, ее нет, потому что он уже не включается в мощные режимы вообще. Смотрим, что на батарее. 2.63, 2.58 на другой. Ну что, еще часик, наверное, и срабатывает защита. Полчасика он еще потом пролежал и фонарь выключился. Пробуем включить. Не включается. Пробуем разомкнуть. Замкнуть. Не включается. Видимо, по нулям на каждом из аккумуляторов. Да, по нулям. Ставим на зарядку. Защита, похоже, срабатывает, когда 2.5 вольта. Это стандарт, в принципе, или таких аккумов. В инструкции нет рекомендаций по мощности зарядника. Желательно бы, что это было в инструкции к фонарям. Это сделано так, что ничего не оторвется. Смотрите, вот на этом фонарике, например, сделано неправильно. Я за эту штуку все время тяну. И она уже наполовину, так она уже почти оторвалась. Так вот, не лучший вариант. О, почти оторвалась. Ну, я думаю, еще 5 открытий и отрывается. Здесь грамотнее. Отмечу по этому фонарю, что я заряжаю обычно вот так и я не вижу, зарядился он или нет. Было бы неплохо, если бы здесь был еще один индикатор, но индикатор находится вот тут. Поэтому ставим и смотрим. На ярком свету индикатор заметен. Ну, нормально, могло быть и лучше. По поводу зарядного устройства. Не всякое подойдет. У меня вот такое вот в качестве настольного используется от фирмы Anker. Очень мощное, на несколько портов, с длинным кабелем. Весьма удобно. И кабеля выведены вот сюда. Черных два Quick Charge, красные обычные. Вот компактная зарядка 5 вольт 3 ампера. Ну, поддерживает также Quick Charge 12 вольт полтора ампера на один портик. Такой можно заряжать. А вот такая вот, например, зарядка два порта по 2 ампера, по-моему. Ну, она подходит для зарядки каких-то старых фонарей. Вот типа вот Armitec такой. Улай сейчас от нее заряжался. Да, нормально, но для современного фонаря Fenix нужно что-то помощнее для этого. Вот эта зарядка, например, дает 3 ампера 5 вольт, а вот эта зарядка дает 2,4 ампера на 5 вольт. Поэтому предпочтительнее использовать вот эту, допустим. Вот та моя зарядка 2,4 дает на порт. Так что берем вот эту вот на 3 ампера и сбрасываем на 0. Подзаряжаем фонарь. Будем штатным кабелем, который коротенький, это делать. Подошел через 40 минут сила тока 2,34 ампера. Час 20 прошел, 2,5 ампера сила тока. Сейчас пощупаю. Нагрелось, нет. Холодный. Блочок зарядки чуть теплый, там 30 градусов. 2 часа 12 минут, 2,8 ампера, 2 часа 12 минут. Нет, не греется нормально. Вижу уже и 3 ампера сила тока. У меня больше 3 ампера, эта коробочка не выдает. Может быть, он бы брал и больше, если бы она умела. Так, сила тока уже меньше, чем полампера, 3 часа 20 минут, накачалось 7300. Так, заряжено. Горит зеленым. 3 часа 27 минут, 7318 туда накачалось. 4,20 на одном и 4,20 на другом. Хорошо, перезаряда нет. Так, сбросим на 0, подрубил, снова мигает красный. Посмотрим, через сколько он сообразит, что полностью заряжен. Нормально, все за пару минут поняло, что все окей. Так что, с зарядкой все шикарно. Поставка фонарика. Коробка от фонарика выглядит вот так. Type-C сразу видно. Все красиво. Коробка картонная, не какая-то пластиковая. И основные характеристики 10 тысяч люмен, 500 метров. Таблица режимов 50, 450, 1203 и десятка. И размеры фонаря. Ого! Шнурочек на руку. Вот такой. Тут запасное колечко. Одна штука. Кабель короткий весьма. Кабель общей длиной 42 идет в комплекте. Инструкция. Ну, можно пошить, заказать где-то чехол закрытого типа. Но чехол гораздо более добротный, чем шел с ТК-35. Здесь и стенки с обивкой, и он жесткий такой. Да, чехол лучше, чем чехол базовый от ТК-35. Но мне интереснее закрытые чехлы. Так, здесь стоит прокладочка. На резьбе огромный жирнющий слой. Густой, какой-то прям смазки. Густой-густой. Кажется, даже это излишнее количество смазки. Столько я бы не рекомендовал на фонари накидывать. Еще про цены хочу сказать. Многие писали, что вот этот фонарь очень дорогой под его обзором. Так вот, я после обзора купил еще к нему доп. субсекцию. Это 2,500. Купил к нему еще 4,8,650. Это еще 2,500. Купил еще к нему чехол. Это еще там тысяча с чем-то. Короче, он стал еще дороже на 100 долларов. Так что, интересно, что вы теперь напишите. Да, эти фонари дорогие. Их не надо покупать на последние деньги. Это не самая супер практичная вещь по цена-качеству. По критерию цена-качества я вообще вижу только один фонарик. Это налобник Боруи Д10 за 10 долларов. Покупаете его и все. Больше никаких фонарей покупать не нужно. Здесь же это больше покупка такая для удовольствия для лесных ночных прогулок. И вот этот фонарь тоже не дешевый. Вот эта серия на Фениксе. Да и вообще все фонари Феникс они не самого низкого ценового сегмента. Есть какие-то фонари попроще от брендов типа Конвой допустим у меня есть фонарики. У меня есть фонарики Сафирн которые так а-ля Феникс ТК серии тоже на него обзор будет скоро. Ну такие дела. А про дубину будет отдельное видео про доп. секцию и размышления. В ЛР серии есть еще мини-монстрик по типу ТК-75 там по кругу светодиоды и по центру один дальнобойный. Так что можно тоже к нему присмотреться. Это как бы и дальнобойный поисковый фонарь плюс сблизи просто гулять по лесу дает хорошую картинку. Как замена ТК-75 можно посмотреть. Там Type-C порт для зарядки можно заряжать от самого фонарика. В общем тоже из ЛР серии фонарь. Выводы по фонарику. Этот фонарь в первую очередь служит для того чтобы получать удовольствие от прогулок по лесу ночью иметь очень много света. 10 тысяч люмен здесь не ощущаются потому что это широкий и ближний свет. Из-за мелкого корпуса к тому же при отсутствии различных мощных ребер охлаждения таких как к примеру вот на этом фонаре но они тоже не супер мощные но хотя бы какие-то при отсутствии этих ребер фонарь быстро перегревается и сбрасывает. Из-за ближней бойности этого фонаря сложно впечатлить народ. В комплекте батарейки на 4 тысячи это не максимальная емкость есть точно такие же от феникса у меня в другом фонарике на 5 тысяч как-то обидно если учитывать что фонарь дорогой стоит больше 150 долларов могли бы положить более мощные аккумуляторы в комплект но фонарь живет в турбо режиме батарейку весьма активно поэтому разумным будет докупить еще два аккумулятора для горячей замены он поддерживает естественно горячую замену открутили башку вытащили эти два оставили два свежих разумно докупить два аккума к нему 21700 емкостью в 5000 и тогда все будет хорошо те используют как основные эти в качестве запасных комплектных ну для замены в поле когда у вас фонарь разряжается и поэтому я не одобряю допустим фонарики у феникса тоже такие есть со встроенными аккумуляторами непонятными лучше фонари на сменах аккумулятора 21700 или 18650 чтобы в поле можно было их оперативно поменять здесь на режимах третьем четвертом пятом нормальная картинка нормальный оттенок света но на первом втором как-то не очень круто ну и да кстати вот самый первый режим эко 50 люмен может быть у фанатов мунлайта будут вопросы потому что кто-то хочет самый слабый 10 люмен а тут 50 ну я считаю что в такой концепции не нужен какой-то супер мунлайт кто-то скажет что нужен мне лично пофиг это не для того чтобы ходить ночью куда-то в туалет с супер там 5 люмен в остальном с фонарем все хорошо плюсы собственно очевидны если вам нужно много ближнего среднего света комфортного и мощного то можно брать небольшой удобный корпус комфортная кнопка по управлению нормально хорошо что включение слабым есть после блокировки блокировка удобная двойным клипком естественно можно поворотом башки это делать несмотря на то что тут резьба такая типа без анодирования вот фонарь работает отвернули все фонарь не работает не включается повернули включили раз-два фонарь заблокирован раз-два ну видите он не сразу врубается он некоторое время бум-бум а потом только свет может кого-то это будет напрягать дальше по плюсам модели это конечно же Type-C зарядка не какая-то micro-USB или что-то такое не магнитное потому что у вас магнитный кабель порвется и затрется ну вот этих магнитных всяких зарядок или еще что-то сдохнет лучше всего Type-C заряжается той же зарядкой что и моя мобила очень удобно быстро в отличие от каких-то других фонарей скорость заряда просто потрясающая вредна ли такая сила тока для этих аккумуляторов нет нормалек и для зарядки не нужно раскручивать корпус доставать батарейный блок как в ТК-75 или как в ТК-35 просто резинку отогнули чух все поехали все ссылочки и дополнительные информации в описании видео всех благодарю за просмотр всем пока до встречи на канале до встречи на канале